Добрый вечер! В прямом эфире информационно-аналитическая программа «Новое время». В студии Даурена Сагулов сурдоперевод обеспечивает Багдаулет Кошбанов. Смотрите сегодня. Премьер-министр Олжас Бектенов посетил с рабочей поездкой по Владарскую область. В Мажелисе рассмотрели меры по снижению закредитованности казахстанцев. В этом году исполняется 25 лет со дня образования Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте страны. Начнем с аккорды. Главе государства сегодня доложили о мерах, принимаемых Министерством внутренних дел по обеспечению верховенства закона. А также нулевой терпимости к правонарушениям. По словам министра МВД Ержана Саденова, основной акцент в работе полицейских сделан на профилактику преступлений и повышение правовой грамотности населения. Особое внимание уделяется случаям семейно-бытового насилия. Доложил главе государства о криминогенной обстановке в стране. В целом отмечается ее снижение. Также сократилась подростковая и бытовая преступность. Повысился уровень безопасности на улицах. Также проинформировал о работе по исполнению поручения президента, об обеспечении принципа законный порядок и нулевой терпимости к правонарушениям. По противодействию преступности по созданию спецподразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием. Премьер-министр Казахстана сегодня посетил с рабочей поездкой Павлодарскую область. Он проинспектировал объекты социальной и энергетической инфраструктуры. Особое внимание уделено на реализацию поручений президента страны. Бахтияр Даркеев подробнее. Это Экибастузская ТЭЦ. После проведения капитального ремонта всех 10 энергокотлов, станция по информации руководства региона несет нагрузку согласно заданным параметрам, а значит никаких нештатных ситуаций быть не должно. Выполнено 8 капитальных ремонтов на котло-агрегатах и 2 текущих. Выполнен ремонт зданий и сооружений, кровли энергетических котлов, газоходов и двух дымовых труб второй и третий, а также вспомогательного энергетического оборудования. По существующей методике это позволило снизить износ оборудования на 5,4%. Кроме того, в ближайшее время завершится технический алгит системы теплоснабжения. В случае, если на ее модернизацию потребуются деньги, правительство готово профинансировать работы. Значительные средства были выделены как со стороны республики, так и со стороны владельцев теплоэлектростанции. Благодаря этому мы ее отремонтировали. И ТЭЦ, и сети в городе. В этом году мы тоже поддержим. Но нам необходимо мобилизировать имеющийся резерв еще и местного бюджета. А это уже завод по производству железнодорожных колес. Он работает с 2012 года и является единственным в стране. Продукция соответствует мировым стандартам и идет на экспорт. У нас 70% всего грузооборота и около 60% пассажирооборота приходится на долю железных дорог. У завода есть потенциал для наращивания производства, поэтому важно обеспечить его загрузку за счет контрактов с КТЖ, сказал Ужалсбектенов. Конечно же, стороной не могли обойти и местный нефтеперерабатывающий завод. Здесь среди приоритетных проектов переход на безостановочный межремонтный режим работы, чтобы избежать дефицита топлива в стране, особенно в период пассивной или уборки урожая. Сейчас предприятие уделило внимание на производство дизтоплива. Один из важных наших стратегических проектов – это производство зимнего дизельного топлива. В этом направлении сегодня начаты контрактные работы по заключению договоров на поставку оборудования, которые долгого исполнения, которые изготавливаются в течение года. Поэтому мы планируем, что данное оборудование до конца года уже будет изготовлено и направлено непосредственно на предприятие. Активно реализуются в регионе и социальные проекты. Вот, например, строящийся центр детского творчества в Экибастузе. Стоимость 6 миллиардов тенге. По данным местных властей, его площадь составит свыше 7 тысяч квадратных метров, что позволит не только охватить как можно больше детей, но и обеспечить их качественным дополнительным образованием. В эксплуатацию объект планируют сдать уже этой осенью. Дворец детского творчества строится по прямому поручению главы государства. Качество должно быть на высоком уровне. Данные центры служат точками притяжения, дают возможность ребёнку развивать творческие способности, приобретать дополнительные знания. После его запуска охват дополнительным образованием в городе составит 70%. Проект будет на моём личном контроле. Между тем, на сегодня дополнительным образованием в Экибастузе охвачено 7 тысяч детей. Это 31% от общего числа. Так что новый современный центр просто необходим городу. К тому же он будет адаптирован для детей с особыми образовательными потребностями. Тему закредитованности населения сегодня вновь обсуждали на заседании Мажелиса. Оказалось, среди физических лиц есть 19% тех, кто не выплачивает кредиты более трёх лет. Чтобы снизить долговую нагрузку, был разработан соответствующий законопроект. Его в первом чтении приняли депутаты. А вот какие меры предлагаются, знает Азиза Закумбаева. Привычка брать взаймы у банка появилась и у молодых людей. Около 500 тысяч девушек и парней в возрасте от 18 до 20 лет имеют потребительские кредиты. 47 тысяч из которых с проблемной историей. Обеспокоились этой проблемой и депутаты. По словам Мажелисвумен Ирины Смирновой, сейчас достаточно указать стипендию как источник дохода и кредит в кармане. Однако потом студенты вынуждены бросать учёбу ради работы, чтобы погасить долг. Депутатами было предложено обязать банки и МФО соблюдать коэффициент долговой нагрузки, согласно которому получить кредит будет возможно только при подтверждении официальных источников доходов, по которым имеются отчисления. Но, как мне известно, порядок расчёта данного коэффициента агентство устанавливает своим нормативным актом. Согласно этому акту, стипендия относится к официальному доходу, при том, что он не является постоянным доходом. В этой связи планируется ограничить выдачу потребительских и микрокредитов в стране для тех, у кого имеется просрочка свыше 90 дней. Поправка легла в соответствующий законопроект. Причиной ужесточения требований стало то, что банки и микрофинансовые организации выдают займы без должной проверки платежеспособности человека. Для ограничения чрезмерного роста долговой нагрузки законодательно вводится понятие потребительского кредита, что позволит на нормативном уровне ограничить его максимальное значение. Для банков 5 миллионов тенге, для микрофинансовых организаций 2 миллиона тенге. Ситуацию омрачает и то, что попавшие под кредитную амнистию в 2019 году казахстанцы вновь стали злостными неплательщиками. Печальный факт отметили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка. При этом людям не могут запретить оформляться еще раз. Вместе с тем мы считаем, что для снижения закредитованности населения необходимо провести дальнейшую либерализацию требований, выставляемых заемщикам для участия в процедуре банкротства физических лиц. По нашим данным, порядка 19% всех проблемных заемщиков имеют проблемную задолженность уже свыше трех лет. И по ним нет никакой необходимости проводить заново эти процедуры урегулирования. Это уже безнадежная задолженность. В целом же в стране порядка 8,5 миллиона казахстанцев имеют задолженность перед финансовыми организациями на 19 триллионов тенге. Из них полтора миллиона не платят по обязательствам больше трех месяцев. Азиза Закумбаева, Жебек Жола. Продолжая тему. Сегодня в Можилисе предложили приостановить продажу долгов казахстанцев коллекторам до 2026 года. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка поддержало идею можилисменов введение двухлетнего моратория на продажу задолженностей граждан. Напомню, изначально депутаты предлагали вовсе запретить такие сделки. Но отклика от госорганов предложения не нашло. И в ходе дальнейшей работы удалось прийти к компромиссу. На начало этого года в портфеле коллекторских агентств находились долги порядка 900 тысяч заемщиков на сумму почти 360 миллиардов тенге. Об этом на заседании в Можилисе сообщила председатель агентства Мадина Аблкасымова. Задолженности также имеются и у самих банков и микрофинансовых организаций. Особенный рост, по словам главы финрегулятора, фиксируется в секторе онлайн-кредитов у микрокредитных организаций. Кроме этого, законом вводится сейчас требование, что коллектора тоже должны проводить процедуру урегулирования проблемной задолженности. Это очень важная новелла, которую предложили депутаты. Она позволит проводить процедуру реструктуризации долга не только на балансах у банков и МФО, но также и у коллекторских агентств. Поэтому помимо двухлетнего моратория у нас есть требование, что банки МФО 24 месяца проводят урегулирование проблемной задолженности после выхода на просрочку. И кроме этого на коллекторов теперь возлагается эта обязанность. Вот в совокупности эти меры, мы думаем, дадут эффект по снижению вот этого большого объема накопленной проблемной задолженности. Между тем, проблему закредитованности населения не может решить борьба с симптомами. Так считает мажоресмен Берик Бесингалиев. Необходимо пересмотреть процентную ставку, которая в некоторых микрофинансовых организациях, выдающих, к примеру, деньги до зарплаты, в год составляет 1300%. Но подают ее в договоре, конечно, под другим соусом – 0,4% в день. Так и получается, что по незнанию граждане загоняют себя в кредитную кабалу. В свою очередь, депутаты намерены эту ситуацию изменить. Что предлагают мажоресмены и как планируют урегулировать работу коллекторов? Смотрите в интервью с депутатом мажореса парламента Бериком Бесингалиевым. Добрый вечер, Берик Трусновекович. Сегодня в Мажоресе вы рассматривали законопроект о минимализации рисков при кредитовании и защите прав заемщиков. На сегодня, как выяснилось, у казахстанцев долг перед банками и микрофинансовыми организациями составляет 10 триллионов тенге. Это огромная сумма. И здесь, наверное, важно напомнить о высокой процентной ставке. Почему у нас в Казахстане очень высокие проценты? Действительно это так. Даже нас пугает не столько объем этих кредитов, а уровень просроченных кредитов в рамках потребительских кредитов, вот этой категории. По проценту ставки сегодня действующие. Есть так называемая ГСВ, годовая эффективная ставка. Она 56%. Как для банков, для микрофинансовых организаций. Очень большая ставка. Если бизнес кредитуется по 20-20%, здесь 56% естественно. Любой банк или микрофинансовая организация, которая кредитует, интересно кредитовать по 56%. При этом есть еще изъятие из закона для отдельных кредитов, микрозаймов, так называемых ПДЛ-займов до зарплаты. Они вообще не относятся к той категории, которая регулируется в верхнем пределах 56%. По ним ставки вроде как бы на слух очень легко воспринимаются. Это 0,4% в день. 0,4%. Если в годовые считать, это 146%. А средняя ставка, которая сложилась по Казахстану по микрозайму, получилась 313%. А годовая эффективная свыше 1300%. Это, конечно, под такие проценты кейтоваться и возвращать очень сложно. Вторая причина по коллекторам. Учитывая, что высокие проценты ставки дают банкам или микрофинансовым организациям закрывать все риски за счет высоких процентов ставок. И если кто-то из них не возвращает, например, там так, они легко его продавали с большим дисконтом коллекторам. В итоге получилось, что коллекторские организации за последние 2-3 года очень сильно нарастили свой портфель. Сейчас у коллекторов 890 тысяч проблемных заемщиков с общим портфелем 359 миллиардов тенге. Это тоже довольно очень большой объем. Понятно, как коллекторы сегодня работают. Очень много жалоб, много писем к нам поступают. Я понимаю, что у нас рыночная экономика, но возможно ли вообще как-то отрегулировать вот эту процентную ставку? Конечно, конечно, это возможно. Вот, например, та процентная ставка, которая 56%, удивительная, но она была утверждена в 2012 году, и по сегодняшний день она не менялась. И на наш вопрос, почему это так, пока еще регуляторы толком не ответили. Но сейчас действительно регуляторам принимаются меры, и этот уровень максимально снижать где-то до уровня 40-42%. Но это предельный уровень. Это не значит, что они должны кредитовать под это дело. Ну и сейчас в рамках нашего законопроекта мы рассматриваем вообще исключить вот это изъятие из закона для займов до зарплаты, где там эффективная ставка была свыше 1000%. Чтобы они тоже регулировались вот так же регулятором в пределах вот этих вот норм, которые годовой эффективной ставки, которые будут утверждаться. К коллекторам у нас действительно очень много вопросов. Зачастую люди жалуются, что они продолжают начислять пеню, даже после просрочки 90 дней, как они работают в целом. Вообще, что делается в этом направлении? Что изменится? Сейчас все-таки там вообще у нас стоял вопрос такой со стороны депутатов. Предложение вообще запретить продажу коллекторам. Но это не значит, что там закрыть деятельность коллекторов. Нет, чтобы коллекторы работали с портфелем, который находится у кредитора. И по договору оказания услуг, чтобы они могли там заниматься возвратом. Правда, там правительство нас здесь не поддержало. Предложило норму 24 месяца. То есть кредитор, банк или микрофинансовая организация выдал кредит. И если кредит не погашается, с даты, вот, например, 90 дней прошло, с даты с него там 2 года, кредитор сам занимается возвратом. Если за эти 2 года вернул, хорошо, не вернул этот кредит и исчерпал все свои возможности, то возможность там дальше продавать коллекторам. Мы еще со стороны предлагаем и усиливаем первые 2 года объявить еще мораторий. Вообще там до 2026 года, чтобы вообще не продавались, а потом с 2026 года плюс 2 года вот эти вот нормы, чтобы она работала. Для чего? На наш взгляд, все-таки 890 тысяч заемщиков, которые в портфеле у коллекторов, это достаточно большой объем работы, что они могли реструктуризировать этот долг, а раньше у них не было таких обязательств. Сейчас мы законодательно вводим, что они обязаны тоже ставить новый график, исходя из доходов заемщика, и реструктуризировать долг, чтобы человек мог его гасить как бы своевременно. Спасибо вам за ваше уделенное время и за очень информативную беседу. Сегодня мажоресмены одобрили в первом чтении поправки в Налоговый кодекс и закон о науке и технологической политике. По мнению депутатов, они представляют собой важные шаги в развитии научной сферы и повышении ее эффективности, и позволяют создать благоприятную среду для инвестирования в науку и коммерциализировать разработки ученых. Как пояснил министр профильного ведомства Саясат Нурбек, наука должна научиться работать с бизнесом. На сегодняшний день в международной практике выделяются не менее девяти стадий развития научно-инновационных технологий. Только после прохождения всех уровней должна наступить стадия полного коммерческого размещения технологий или продукта, проникновения на рынок. Уровни готовности технологии предлагается закрепить на законодательном уровне. Таким образом, исходя из опыта развитых стран, научно-технологическая политика Казахстана будет направлена на повышение внутреннего научно-инновационного уровня, сокращение инновационного разрыва по отношению к мировым технологическим лидерам, усвоение новой внешней информации для использования в коммерческих целях казахстанских компаний. Правила проведения единого национального тестирования в Казахстане претерпели изменения. Стало меньше на пять вопросов по математике и грамотности чтения. А вот по профильным предметам наоборот, ровно настолько же увеличилось. Количество баллов для абитуриентов, поступающих на группу образовательных программ, требующих творческой подготовки, повысили. Теперь необходимо набрать 130 баллов вместо 125. Для лиц с нарушениями зрения варианты тестовых заданий отныне формируются без использования схем, таблиц, рисунков и графиков. Напомню, что с нынешнего года основное ЕНТ, дающее право на грант, можно сдать дважды и выбрать лучший результат для подачи документов в ВУЗ. В этом году мы принципиально больших изменений не будем делать. Но мы, во-первых, пять теперь этапов сдачи ЕНТ идет. Два платных. Январь прошел уже 100 почти. У нас 30 тысяч человек. Вот сейчас начался мартовский, 106 человек зарегистрировалось. Два платных. Ребенок пробует свои силы. Два основных. Это у нас с мая по юль идет. Причем из двух теперь этапов, на которых регистрируется ребенок, самый высший балл он может подавать уже на грант. И есть еще пятый этап. Августовский. Это для тех, кто на платные участвует, либо не успел, либо ждет результатов международных университетов. Это прямо как последний шанс. Накануне 8 марта в столице прошел форум «Женщин Казахстана», посвященный 25-летию со дня создания Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте страны. Событие собрало более 500 участниц со всех уголков страны. Среди них политические и общественные деятели, журналисты, педагоги, врачи, бизнес-вумен. К юбилейной дате президент Касымжи Мартукаев направил поздравления. Айша Усимбекова продолжит тему. Форум начался с выставки современного изобразительного искусства, посвященной Международному женскому дню. Экспозиция включает в себя 25 работ современных авторов. А уже потом началась официальная часть, на которой обсудили роль женщины в современном обществе. Мы сегодня охватили практически все сферы репродуктивного здоровья. Все, что касается IT-продвижения, новой технологии для женщин в данном контексте на сегодняшний день, потом в сфере образования, в сфере науки, в сфере медицины, какие есть изменения, мы сегодня спикеры будут озвучивать. Порядка 11 спикеров. 4 марта 1999 года был утвержден первый состав нацкомиссии по делам семьи и женщин. На протяжении 25 лет их доля среди предпринимателей превысила 53%. Порог в 30% полномочий женщин на руководящих должностях в финансовом секторе тоже успешно преодолен. Программы, которые на уровне нацкомиссии, которые зеркально отражаются в регионах, дают очень большой стимул. Во-первых, это развитие идеи женского движения, это развитие предпринимательства, естественно, социальные программы. Например, в столице только за прошлый год провели порядка 50 мероприятий. Была оказана поддержка более сотням многодетным семьям и матерям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Перед национальной комиссией по делам семьи и женщин стоит немало целей и задач. Айшау Сембекова, Нур-Али Кудайбергенов, Жебек Жола. В прошлом году население Казахстана перевалило за 20 миллионов. Теперь нас уже на 33 тысячи больше. А вот женщин в нашей стране почти 10 миллионов 250 тысяч. Такие данные на 1 февраля 2024 года приводит Бюро национальной статистики. Итак, в Казахстане большинство женщин проживает в городах. Это 6 миллионов 400 тысяч. Больше всего невест насчитывается в городах Астана, Алматы и в Туркестанской области. Кстати, данные статистики показывают, что в нашей стране мальчиков рождается больше, примерно на 4 тысячи. Такой численный перевес сохраняется в первые 30 лет жизни. А вот уже после 40 пальму первенства забирают женщины. Что касается женских имен, то эксперты говорят, что Медина, Айша и Айлин на протяжении последнего десятилетия бьют все рекорды по популярности. Также особую теплоту папа и мама испытывают к именам Асылым, София и Тамерис. Накануне главного весеннего праздника, 8 марта, офицеры не оставили без внимания ветерана Великой Отечественной войны Раису Сафоничеву. Сегодня они ее навестили с букетами и концертной программой. Искренне и сердечно поздравляю вас с Международным женским днем, 8 марта. Поздравляю вас в этот праздничный весенний день. От всей души желаю вам крепкого здоровья, энергии, радости и счастья. С уважением, председатель Центрального совета, Халка Хармана, армия генерала Алтубая Старка Пашни. Судьба сложилась так, что Раиса Егоровна живет сейчас в столичном пансионате. Но она окружена вниманием и заботой. А гостям всегда рада. В этом году ей исполняется 99 лет. Но, несмотря на свой преклонный возраст, она полна энергии. Посещает все мероприятия, которые проходят в пансионате. Раиса Сафоничева ушла на фронт добровольцем в 1944 году. В Минске окончила курсы связистов. Участвовала в боях за Украину, Молдову, Румынию и Венгрию. Награждена Орденом Отечественной войны второй степени, медалями за освобождение Украины, за победу над Германией и маршала Жукова. В Шимкенте в специальном отряде быстрого реагирования служит 9 девушек. И среди них есть те, кто считается лучшим бойцом в СНГ. Они наравне с мужчинами участвуют в спецоперациях, ловят преступников и в режиме 24 на 7 находятся на страже порядка. То, что они умеют оставаться красивыми и милыми, несмотря на тяжелую службу и стрессовые ситуации, говорит об их уникальном балансе между силой и женственностью. Готовы пройти огонь, воду и медные трубы. Так шутят о себе девушки из Шимкентского СОБРа. Гулина Кубей рассказывает, профессию выбрала сама. При этом знала, на какие риски идет. Девушки из СОБРа наравне с мужчинами идут на захват группировок, задержание преступников и охраняют покой в городе. Удар впечатляет, да и спортивная подготовка одна из лучших. Доказательством тому первое место на соревнованиях по джиу-джитсу в России, которые прошли накануне. Там шимкентские красавицы из СОБРа завоевали золото. Вне работы я девушка. Вне работы, конечно, это 50 на 50, потому что у нас еще есть и тренировки постоянные. Так что я девушка по состоянию, по настроению. Сердце свободно. Да, конечно. Девушки из СОБРа работают по сменам, но при этом должны быть круглые сутки в зоне доступа. Ситуации бывают разные. Гулида рассказывает, что требования жесткие и просто так попасть на службу сложно. При этом, несмотря на такие правила, со стороны мужской половины забота присутствует. Это наша рабочая маска. Мы вот так ее надеваем сразу. Вместо грима? Вместо грима, вместо макияжа, да. И мейкап не нужен? И мейкап не нужен? И не узнают, что ты девушка или вальчик, и все, на работу готов. В полиции Шимкента работает около сотни представительниц прекрасного пола. И ими восхищаются за красоту и женственность. Шудин Саидов, Мират Сашенов, Абзал Турабеков, Жебек Жола, Шимкент. Сильная духом и пример для других. Так говорят Абасем Мергимбаевой из Усть-Каменогорска. В 25 лет она потеряла зрение. И тогда ей казалось, что жизнь закончена. Но благодаря поддержке родных она нашла в себе силы. И вот теперь, почти 10 лет спустя, Асем работает преподавателем и обрела свою вторую половину. Историю о том, как сила духа и решимость могут преодолеть любые препятствия и вдохновить других, расскажут мои коллеги. Асем Мергимбаева потеряла зрение в 25 лет и впала в депрессию. И только благодаря своим родным смогла начать жить по-новому. Говорит, поначалу даже представить не могла, что есть специальные программы для людей с ограниченными возможностями, которые позволяют быть наравне со всеми. В 2016 году я уже поняла, что не может быть такого, чтобы незрячие просто пользовались кнопочными телефонами и только звонками. Что должно быть что-то такое, какие-то инновации, технологии. И с братом мы селим, зашли в интернет, он сам зашел в YouTube, и мы начали искать вот такие программы. Потом нашли. Сейчас ей 34 года. В этом году вышла замуж, занимается любимым делом, активно в социальных сетях. До этого работала преподавателем в библиотеке для незрячих и слабослышащих. После через центр занятости устроилась в областную библиотеку. Учит не только цифровой грамотности, но и вязанию. Государство предоставляет такую возможность для людей с инвалидностью, трудоустройство. То есть есть программа специальная, и это просто очень здорово и хорошо, что есть такая возможность людям трудоустроиться, найти себя где-то в какой-либо сфере. Потому что я, допустим, вообще по образованию дизайнера интерьера и не окончена у меня строительная. Потому что уже зрение потеряла и не успела окончить. Я сюда с удовольствием прихожу на занятия. Мне нравятся именно волевые люди, которые ищут сами, находят и действуют. Среди них вот АСЕМ. Я ей очень благодарна. По данным областного управления координации занятостей и социальных программ, в прошлом году в рамках национального проекта по развитию предпринимательства трудоустроено порядка 700 людей с ограниченными возможностями. Из них 292 человека на постоянные рабочие места и 390 на субсидируемые. Жанна Раслханваль, Жан Ильюсизов, Жебек Жола, Восточно-Казахстанская область. Молодой каскадер из Алматы Аделет Томенов популяризирует казахское национальное оружие Айболта. Видеоролики с его трюками с каждым днем набирают популярность на просторах Казнета. Айман Каймульзина побывала на захватывающем выступлении и узнала о некоторых секретах необычного искусства. Вот так Адлет метает топоры на сцене, создавая удивительные паузы и фигуры в воздухе. В каждом движении энергия и уверенность. Творческая карьера Адлета Томенова началась в подростковом возрасте. Тогда молодой человек практически все свое время уделял танцам. И сегодня его имя широко известно в кругах профессиональных каскадеров. Кроме того, Адлет проявил себя в искусстве фехтования и метании копьями, даже снялся в нескольких фильмах, а в период пандемии освоил трюки с боевым оружием под названием Айболта. И даже стал мастером в этом деле. Мастерство владения Айболтой Адлет учился самостоятельно. Как говорится, перелопатил большой объем литературы, не один раз пересмотрел видео из интернета. В итоге создал собственный обучающий курс «Битва топоров». Свою знаменитую Айболту молодой каскадер сделал специально на заказ. Каждый топор весит примерно 2 килограмма за последнее время. Адлет научился настолько виртуозно обращаться с инструментом, что шестичасовые интенсивные тренировки проходят на одном дыхании. Навыки, которые я демонстрирую с деревянным оружием, я могу повторить с топором. Это действительно очень трудно проворачивать такие трюки. Адлет мечтает о славе и признании своего таланта. И в этом году мечта может осуществиться, говорит молодой человек. Его пригласили принять участие в чемпионате по мастерству обращения с оружием, который пройдет в Америке. Моя цель в этом году – посетить Соединенные Штаты. Меня специально пригласили туда. Там я выступлю на чемпионате мира по карате. В том числе с применением оружия. Я хочу популяризировать пять видов казахского оружия. В настоящее время появилось немало желающих освоить искусство под руководством Адлета Томенова. И есть среди них жители зарубежных стран, которые узнали о нем из соцсетей. Айман Каймульдина, Гульзат Сахова, Жбек Жолы, Алматы. На этом у нас все. Я прощаюсь и передаю слово моей коллеге Айгуль Абул Хали. Эфирде жана уақыт бағытырламасы. Айгуль, Хайрлы Кеш.